Слава Украине, привет всем от Полонского, просто не знаю как относиться к последним выражениям Гиркина. Нет, я конечно же все прекрасно понимаю, что там идет вражда между внутренними кланами, и одни пытаются насадить других, другие насадить третьих. А Гиркин это говорящая голова, которая очень удобна, на которую можно с одной стороны спустить всех собак, но эта говорящая голова может садить правду матку, как говорится, обухом между глазами, этому, как его там, Сергей Хуженетович, да, вот, и таким вот как он. На этот раз Гиркин остановился на, просто, знаете, я другой раз имею определенный сорт удовольствия, разбирая его такие безнадежные высказывания, такие упадочнические. Ну потому что вот, ну потому что вот так, да, потому что я имею удовольствие от того, что разбираю, что он там мель. Да, так на этот раз он останавливается на судьбе российских чмобиков. Чмобики, которые не хотят воевать. Ну и понятное дело, чмобикам рассказывают одно, что они там едут воевать за родину, что-то там за Сталина, за Чингисхана, или за Чингисхана, не, а, за Ханбатыя, мы там поедем, мы за родную Монголию всех на крест порвем, вот. Вот, а приезжают в Украину, им же рассказывают, что это ж, типа, вы же родину освобождаете, а тут их поголовно все ненавидят, а тут они чужие, захватчики. И плюс им еще, им же рассказывают, ну что, вы там приедете, шарахните, от вас хохлы все разбегутся сразу, и все, и вы тут до Киева дойдете, ну за 15 минут. Не, ну если за 15 минут не дойдете, значит за 23 минуты точно все хохлы разбегутся, и вы тут, значит, уже бабахи в Киеве. Они приезжают и так по морде здесь дают. Не, ну некоторые не успевают понять, что им дали по морде, на этом все, как говорится, для них. Они так умирают, они отходят, значит, на палубу крейсера Москва, вот. Они в таком благостном настроении, понимая, что через 15 минут они возьмут Киев, да. А вот остальные, которые сразу вот у них вот как-то не получилось отлучиться на крейсер Москва туда и уйти за русским военным кораблем, к ним начинают приходить прозрения, что их тупо и очень жестко обманули, обманули их, да. Вот обманули их, это самое такое слово подходящее. И они понимают, что их непонятно зачем засунули для них на непонятную войну, непонятно почему и непонятно против кого надо воевать и каковы цели этой войны, потому что цели менялись 48 раз за все это время. И тут чмобики приходят, очень многие приходят к выводу, вот об этом Гиркин как раз и говорит, что очень многие чмобики приходят к выводу, что ну его нафиг, надо дезертировать. Ну в самом худшем случае, ну посадят на пятерку. Так извините, пятерка лет, это такое дело, это мелочь, там где-то еще с костя через троячок выйдешь и будешь бодрячком бегать себе где-то там по Сыктывкару, быть очень даже довольным, даже пиво пить. Вот, а если в тебя попадет 155-й снаряд, соответственно, твоя левая нога будет на соседней березе, правая нога залетит за другую сосну, а кишки намотаются прямо на соседнего дятла, да, который там сидел на дубе рядом, да, и вот получится все такой вот разброс такой большой, вот еще и мозгами пораскинет метров на 25 квадратных, и получится, что на этом уже, ну потом вот это все склеить вместе, чтобы потом пойти попить пиво, даже чмобик понимает своим мутлым умом, что уже не получится. И они решают, что в конце концов, да ну его нафиг, мы дезертируем, идем назад, ну да, ну нас там арестуют, может, ну всех же не казнят кувалдой, нет. А если бежит вся рота, всю роту глядишь и не посадят. Ну правильно, тут же Гиркин говорит, ну даже командиры не будут докладывать, если командир доложит, что у него целая рота чмобиков сбежала, бросила позиции, соответственно, вышестоящий командир его отчпокает, а соответственно придется отчпокать вышестоящему, и вышестоящего командира тоже. И всех вот они по очереди там будут чпокать, но у них так принято в армии, у них армия такая, да, что в обрастанже вы в курсе, да, всех-всех, короче говоря, да, вы меня поняли. И вот тут он рассказывает, что в принципе чмобики пришли к такому выводу, что ну его в баню лучше или в плен, или же дезертировать. Хуже, во всяком случае, не будет, потому что вот если остаться в окопах, то иметь дело с сбройными силами Украины получается очень тухло и очень грустно, причем без всякой перспективы на победу, и самое главное, непонятно за что. Слава Украине! Слава Украине!